Всем привет, ребят! Сегодня посмотрим, как работает игра SIV на Xbox Series S. Весь игрок 21 и 3 гигабайта. Давайте запустим и посмотрим на саму игру. Игра работает при разрешении Full HD 1080p и 30 кадров в секунду. Хочу сразу же поблагодарить своего подписчика Kiss Like Show за предоставление аккаунта с данной игрой. Это у нас игра Stealth от первого лица и у нас здесь такой, знаете, необычный концепт игры, что мы играем за вора. Да, и вокруг этого все будет строиться. И самое главное в этой игре это как раз таки Stealth. Это, наверное, единственная игра из всех, которые я знаю и слышал, где именно строится весь геймплей как раз таки на этом самом Stealth. Ну, как бы ты вор, это и понятно. Тебе нужно прятаться, чтобы тебя не заметили и не доложили в охрану и в полицию. Здесь это все есть. Да, по поводу вообще настройщик. Что у нас имеется? Управление. Все, что тут можно вообще настроить. Можно посмотреть вообще, что тут можно делать. Игра так же, что по настройкам. Я, в принципе, здесь ничего не трогал. Плюс-минус все по стандарту стоит. Звук подастроил под себя. Экран. Все по стандарту, за исключением навигации. Я их как бы отключил, подсказки. Странно, что они отключены, но они как бы есть. Ну да ладно. Яркость. Здесь ты настраиваешь только на мониторе, либо же на телевизоре. Яркость. Почему-то в игре в самой нельзя настроить. Да. И игра полностью на русском языке. Субтитры, озвучка, ну и текст. Это у нас игра 2014 года. Последнее переиздание, переосмысление, перезапуск самой серии игры. Да, до этого выходило еще три части. Это у нас четвертая часть из серии. К сожалению, эту игру больше не поддерживают. Нет никаких, знаете, патчей, никаких FPS бустов. Поэтому здесь только Full HD, 1080p и 30 кадров. Да. Ну и так, если честно, игра довольно-таки плавно работает. И вот этих 30 кадров вообще не чувствуется. Будто бы здесь 60. Выходило как на ПК, на 360-й Xbox, PlayStation 3, Xbox One, PlayStation 4, ну и Mac OS. Да. Square Enix издатели, поэтому разработчики ждем. Может быть, когда-нибудь что-нибудь да и выпустят. Хотя, там, компанию эту вроде-ка хотели что-то продать. Так. Что он сделает, кстати, нам? Так. Он нам же ничего не сделает? А, он просит денег. Да. Ну вот такая графика. Видно, что сразу она не очень. Как бы еще на предыдущее поколение консоли выходила. 2014 года игра. Но визуал, на самом деле, довольно-таки неплохой. Так. В чем суть игры? Опять же, повторюсь. Мы вор. Мы должны красть. И у нас, когда ты что-то воруешь, серебряное, золотое, там, медное, у нас сразу же будет конвертировать валюту. То есть, ты берешь фляга, и у тебя 4 золотых. И эти золотые, ну, валюту ты можешь тратить в будущем, так, это у нас какая-то тут, в Каминанском часе, да. И ты эти валюту можешь тратить на улучшение своего снаряжения. Что у тебя вообще имеется? У тебя имеется, то есть, водяные стрелы, к примеру, метательный снаряд, любой здесь бутылка, камень, ты отвлекаешь стражу. У нас есть канатная стрела, и тут еще будут дальше оружие. Именно такие, знаете, больше отвлекающие, нежели наносящие урон. Не забывайте, мы играем за вора. Нам важно, чтобы нас не замечали. Максимум мы можем вырубать именно охрану. Просто вырубать. Убивать мы ее вроде как не можем. Так, что это тут у нас? Так, здоровье, да. Мы можем пополнить. Это вроде бы, как я понял, в стиле стимпанк игра выполнена. Так, давайте заберемся. Куда нам нужно, значит, в башню, в эту часовню. Здесь нет такого, знаете, открытого мира, псевдо-открытый мир. Больше, знаете, такая коридорная игра. Так, что это у нас? Какая-то шестеренка сразу же тоже в деньги конвертирует. Это прикольно. Бесконечные у него карманы какие-то с черной дырой, будто бы. Да, вот так выглядит игра. Графика понятна, не очень. Никаких улучшений, опять же, повторяюсь, не было. Full HD разрешения, да и к тому же, довольно-таки старые. Все тут ассеты, пресеты. Так, что это такое? Ага, ага. Да. Ну, скажу сразу, тут тени неплохие. Мыла, как такового, нет. И лесен, как таковых, нет. То есть, довольно-таки, все равно неплохо игра выполнена. Так, куда нам? Я даже не знаю, куда вообще дальше идти. Так. Ну, если нам по этой трубе идти. Так, надо посмотреть, кстати. А, она вниз. На, вниз. Так. Да, можно также за угол заглядывать. Так. Что-то. Да, да, да. Ну, и взламывать здесь замки довольно-таки просто. Намного легче даже, чем в том же самом Скайриме. Хотя Скайрим вышел в 11-м году. Здесь у нас вроде бы ничего нет. Ничего украсть нельзя. Нет, здесь больше ничего ты не украдешь. Так, спускаемся. И потихонечку идем. Вроде обычные мирные жители нам ничего не делают. То есть... Ты помог мне протянуть еще один день в этой дыре. Так, разберем. Там кто-то ходит? А, стой. Нет, все-таки это охрана была. Нажимайте ЛБ плюс ЛС, чтобы уклониться от атак. Да. Да. Ну, вроде бы уклонился, а все равно. Да, 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 нам нужно так делать. Эм, наверх как-то. Ой, как? Куда? Ой, сейчас меня зарубит. Как забраться? А как забраться? В смысле? Я чуть не понял. А, нам сюда. Давай сберемся. Я вот не помню. Они вроде бы не должны за нами идти. А да, просто какими-то... Кидаются непонятно чем там. Стрелами какими-то, ножами, возможно. Так, мне сюда. А, в смысле? А, мне сюда. Все, 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 я понял. Да. Забираемся сюда. Можно было там пойти. Поначалу. А потом сюда переходишь. Так. Хеллспоинты, кстати, вроде как можно пополнить. Давайте. Так, это у нас здоровье. Охотничья стрела. А, здоровье, да? Да. А нажимаешь здоровье. Охотничья стрела обычная, то есть наносящая урон. Канатная стрела это с помощью чего ты можешь перемещаться с одного, к примеру, уступа на другой. Ну и водяная стрела. Я вам сейчас продемонстрирую, как это вообще все работает. Нам в любом случае нужно будет где-то поблизости тушить стрелы, стрелами, стрелами этими, тушить факелы. Так, скидь замок. Если все делать правильно, коготь не шумит. Так, зафиксировать. Так, шуток. Куда громче. Просто стиком управляешь, когда он начинает у тебя вибрировать и показывает такой, знаете, значок. Просто зажимаешь РТ и он зафиксирует. Зламывается замок. Но они таки все просто. Очень темная игра, поэтому вам в любом случае придется яркость настраивать. Видите, как он аккуратно все пальцами. Он же как-никак вор. Но даже пальцы такие тонкие, худые, грязные все какие-то. В перчатках он. Да, сюжет здесь тоже присутствует. Но я его спалить не буду. Я знаю, знаю, о чем здесь сюжет. Но говорить не буду. Для тех, кто захочет игру сам пройти. Так, вот эти вот фонари вроде как вообще никак не глушатся. Только лишь факелы. Да, тут нужно как-то пройти. Но там... А как, кстати, пройти? Так, проникните в ливерную лавку. То есть мне вот в эту лавку нужно зайти. Но их как-то нужно отвлечь. А мне нечем отвлекать. У меня нет бутылки. А быть, починят эти урочки штуки. Так, все отлично. Да. Так, мы спустились. Так, оп. Чтоб нас не заметили. Так, пока мерцает. Нужно быстро пройти. Вот, все. Отлично. Даже они такие, как там кто-то есть. То есть они услышали. Факел горит. Мы можем сейчас его и потушить. Давайте водяной стрелой. Натягиваем тетиву. И выстрел. Да. Кстати, интересно, как-то попасть все-таки. То есть снизу как-то. А, у нас заметил. Серьезно. Так. Наверное, все-таки правильно иду. Да, возможно, иду правильно. Тут как-то надо, наверное, обойти просто. То есть, да, люди тоже тут болеют. Тут эпидемии разные. Так, это у нас все обычные мирные жители. Да, деньги все время просят. А я не помню. Вроде потом ты можешь деньги раздавать. Опять же, если я все правильно помню. По сюжету. Почему сюда, кстати, тут что-то есть, скорее всего. А нет, тут просто светит свет. Я понял. Нам нужно как-то попасть наверх. Ага, вот у нас. Забираемся сюда. Тут тоже такой паркур непонятный. Он как бы подсвечивается, и только тогда ты видишь. Давай, наверное, вперед. Как-то прыгнуть можно? Я вот, честно, я не помню. Такое чувство, что когда я концентрируюсь, я делаю все быстрее. Да, концентрация. Что со мной такое? Блин, а как спрыгнуть-то, я не пойму. Я хочу спрыгнуть сюда, а у меня не получается. В смысле? Вот все, вообще. То есть тоже странное какое-то управление. Дайдем сюда. На концентрации это просто он. Такое зрение включается, где тебя будет видно, к примеру, костер. Куда тебе нужно идти. Кнопки все подсвечиваются. Все, что можно, к примеру, открыть, она будет подсвечиваться. Пойдем, да. Интересно, что от первого лица и стелус такой неплохой от первого лица. Я вот говорю, что от первого лица мало таких стелусов добротных. Так, новый шаг, украдите инкрустированную маску, да. Ее нажать можно? Да, это выключает он на свет. Так. Тут, кстати, может... Вот, вот, да. Нам нужно пойти сюда. Будь у меня такая дамочка, моя кровать бы не остывала. Так, тихо, тихо. Сейчас он пройдет. Главное не шуметь. Самое главное не шуметь, потому что по шагам просто-напросто могут услышать. Здесь у нас... Ничего... А, подожди, фонарь можно этот потушить? Пойди... Пойди, должно. Монетка, так. Присели. Уходим. Видите, он нас вблизь не видит. Так, забираем тут также витрину всю. Брошь. Там что-то еще можно было. Но если сейчас буду стоять здесь, меня спалит. Сходит, сумма. Ой-ой-ой. 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 Скажет, замок. Ай-яй-яй, меня сейчас убьют. Меня убили. То есть, видите, здесь попадаться нет смысла вообще. Последнее сохранение, да. И хоть игра у меня на внешнем жестком виске установлена, она довольно-таки быстро вообще грузится. Меня убили. 5-6 секунд и все. Так. Средец сразу же вырубаем. Ненавижу эту ублюдочную птицу. Так. И... Почему-то показывает вот синим это. Вот, я не понимаю почему. То есть, ну, прятаться тоже можно. Давайте попробуем все-таки, знаете, что сделать? Вот так вот сделать. Не знаю, потушит он, не потушит. Нет, он не тушит, как я и говорил. Сейчас он у нас пройдет и в этом месте. Мы... А вот, кстати, здесь можно что-нибудь украсть. Тоже подсвечник, кардиот. Ой, сколько всего. Тоже подсвечник. Какой-то чернильница. Тоже все из серебра и золота. Все, что есть, ты все это можешь украсть. Так. Тут можешь спрятаться. Можно выйти на второй этаж подняться. Кстати, там, скорее всего, тоже что-то есть. Но охрана есть. Поэтому лучше тут просто так не ходить. Так. Спит охрана, видите? Просто-напросто дрыхнет. Тоже вокруг всего много... Что-то еда какая-то. Свеча. Вот эти свечи вроде как можно руками так же подходишь и тушишь. Так. Давайте маску попробуем украсть. А, вот он ходит. Здесь вроде что-то еще есть. А, это просто-напросто спуск вниз. Да. Значит, там осталось просто-напросто охранника отлечь. Он сейчас проходит. И мы попытаемся вскрыть замок. И украсть. Так, он прошел? Да, он прошел. Тут желательно, конечно, очень тихо ходить. Иначе нас заметят. Так, давайте по-быстренькому взломаем замок. Так. Раз. Два. Ой, сломал. Ой. Отлично. Заметил. Ой, волю-волю-волю-волю-волю-волю-волю-волю-волю-волю-волю-волю-волю-волю-волю-волю. Поможет, перелезть через ворота. Ой, извиняюсь. Ха-ха-ха. Еще заметили меня. Ой. А в смысле? Я не уворачиваться не могу. Я не могу вернуться. Я не могу вернуться. Серьезно. Ха-ха. Меня просто закололи, блин. Блин, как это сложно. Ну что, ребят, как-то вот так вот работает игра Siv на Xbox Series S с разрешением Full HD и 30 кадров в секунду. Отзывчиво управление. Довольно-таки неплохая графика, хоть игра уже 2014 года. Ей скоро уже будет 10 лет. Если тебе понравилось данное видео, ты можешь подписаться на канал, оставить свой лайк. Ну и, конечно же, написать в комментариях, что ты думаешь о данной игре. На Xbox Series S также ты можешь подписаться на мою группу ВКонтакте, присоединиться к Discord, серверу, подписаться на мой Инстаграм и вступить в мою группу Телеграм. Все ссылочки будут в описании. До скорой встречи, ребят. Пока. И уже совсем скоро увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok